А вы объявили себя? Нет, как бы себя бы объявлять сегодня сам? Это ваше произведение? Коллеги, следующее выступление профессор Шаповалов Константин Геннадьевич, город Чита. Пути снижения рисков обвинительного приговора для врача. Пожалуйста. Добрый день, глубоко уважаемые сопредседатели, уважаемые коллеги. Я благодарю организаторов за возможность снова поработать нашей командой. В том числе и Сергею Александровичем. И принять участие в форуме на одной из самых актуальных и самых злободневных для сегодняшнего момента. Для врача-анестезиолога-анематолога, работающего в наши дни. Одной из самых злободневных тем и секций. Действительно, мы практически ежегодно, традиционно проводим такую секцию. Проводим ее и на других площадках. И с одной стороны, есть желание не повториться. С другой стороны, есть желание, конечно, напомнить о некоторых моментах. И есть понимание, что не все присутствующие в аудитории были на наших предыдущих мероприятиях. Очень много мы говорили в последние годы относительно того, что это проблема. Это действительно многие присутствующие понимают, что да, это проблема. Слушающие трансляцию тоже. И за последние несколько лет там кратно выросло количество возбуждаемых дел, количество осужденных врачей и так далее. Ну, в общем-то, наверное, все-таки про это уже говорить не очень интересно. Надо уже переходить к тому, что делать, да, и каким образом бороться, да, с этими моментами. Подчеркну, что примерно сейчас количество возбужденных уголовных дел на медработников составляет чуть больше, чем 4 на 100 тысяч прикрепленного населения. Ну, возможно, в разных регионах это разная динамика. Что мы имеем на сегодняшний 2023 год, по сути, да? Ну, во-первых, врачей обвиняют и судят. Мы это знаем, да? Второе. Изначально, то, о чем даже вопросы были, да, вот выступления в суде по поводу, ну, так скажем, некомпетентной экспертизы, либо по поводу правоприменения тех или иных нормативных документов, какое-то время они, в общем-то, воспринимались судами, воспринимались следственными органами. Однако, вот буквально где-то 2-3 года назад мы почувствовали, что есть какая-то такая стена. Как будто мы во что-то уперлись с той стороны, с той стороны баррикады, была дана какая-то некая команда. И сейчас мы видим, что аргументы-то мы приводим, но их не слышат. Их не слышат с той стороны органы юридического преследования. И появилось нечто вроде, вот как антибиотикорезистентность бывает, вот так же резистентность с защитным нашим механизмом. И мы знаем статистику, да, если дело передано в суд по медработнику, 95% вероятность, что этот медработник будет осужден. Даже если будут привлекаться лучшие специалисты и так далее. Эксперты будут ходать в повторных экспертизах. Мы видим, что следственные органы и суды просто-напросто отвергают необходимость повторной экспертизы. Они говорят, об этом уже подчеркивали, что у нас есть первый эксперт, он признан экспертом, но у нас нет оснований ему не доверять. Ну и то, что у вас есть независимая еще какая-то дополнительная экспертиза, нас не интересует. Далее, термин, который мы ввели в этом году, статья была опубликована в Вестнике анестезиологии и генематологии. Она очень не понравилась органам дознания. Судебно-следственные ошибки. Мы говорили о том, что есть термин врачебной ошибки, который нам не нравится. Наверное, еще есть ошибки молодости термин. Но мы позволили себе со своей стороны, чтобы уколоть людей, ввести термин судебно-следственные ошибки. Что мы подразумеваем под судебно-следственные ошибки? Это ситуация, когда врач осужден, отбывает наказание, но с точки зрения нашего профессионального сообщества он невиновен. Таких случаев есть, их много, мы их знаем. Что это такое? С точки зрения закона он вроде бы виноват. Но с точки зрения этики нашего сообщества, анестезиолога, генемационного и медицинского человека, осужден невиновен. Значит, это судебно-следственная ошибка. Термин не понравился судебному корпусу. В том числе они говорят, что надо говорить не судебно-следственные, а следственно-судебные. Хотя, я думаю, осужденным врачам от этого нисколько не легче. Далее. Совершенно очевидно, что стопроцентной защиты от обвинительного приговора в настоящее время не существует. И 1 сентября своим ординаторам на нашей кафедре я говорю уже несколько лет одни и те же фразы о том, что всех вас будут допрашивать. Вот вы пришли к нам и сказали, всех вас будут допрашивать. Это 100%. Часть из вас будет осуждена. Но самое неприятное, что часть из вас будет осуждена невиновна. Еще не поздно встать и уйти, и не идти вот этим путем в нашу специальность и так далее. Очень часто возникает вопрос, а зачем вообще тогда люди приходят в медицину и анестезиологию? У меня есть ответ, потому что это действительно уникальное наполнение своей жизни, это счастливый билет жизни, это дороже многих вот этих всех остальных издержек, которые на этом жизненном пути ожидают. Потому что другого ответа у меня нет. Но тем не менее, учитывая то, что у нас появляется все больше и больше практики вот этих уголовных дел в отношении наших коллег, в том числе уже законченных судебных решений, появляется опыт. Когда-то, возможно, появятся у нас РКИ какие-нибудь там или метаанализы по этому поводу, но пока что, конечно, такие только первоопытные данные, то есть появляются исходы, которые мы можем анализировать. И, соответственно, появляются некоторые варианты, а что же сейчас на текущем этапе в 2023 году вообще попытаться сделать. Ну, предыдущие ораторы, докладчики, они сэкономили мне кучу времени, потому что мы не сговорились, а примерно об одном и том же, как видите, на слайде, как есть картинки. Да, вот 2011 год, такие вехи о существенном принятии разных юридических документов, принят 323 ФЗ, мы не знали, не догадывались, что лет через 10 вдруг там же написано про медицинскую услугу, когда начали 238-ю статью против нас использовать. Так это где? А, так это же в 2011 году еще было, надо же. 2018 год. Костин Михайлович подробно разбирал 489-й федеральный закон, еще не знали, но мы уже догадывались, что что-то пойдет не так, что-то у нас ожидает, наверное, не очень приятное. С правоприменением клинических рекомендаций, в том числе вот эта мнемоническая ловушка, это больше не рекомендация, нормативный, да, действительно документ. Огромная проблема в том, что вот до 2019 года клинические рекомендации на самом деле проходили через профильную комиссию Минздрава. И там действительно присутствовали практикующие специалисты, в том числе из регионов. Я могу подчеркнуть, что большая часть клинических рекомендаций до 2019 года отвергалась, а профильная комиссия, да, отправлялась на рассмотрение. После этого, конечно, вот члены научно-практического совета, безусловно, крайне уважаемые люди, но все-таки у нас Россия страна не НИИ, а Россия страна ЦРБ. И в настоящее время все-таки вот практика применяемости многих клинических рекомендаций, их отдельных положений, она, конечно, оставляет множество вопросов. Ну и, наконец, текущая ситуация, я не буду зачитывать, да, вот это определение Верховного Суда. Когда я прочитал, на самом деле, конечно, подумал, что надо дождаться еще наших медицинских юристов. Пусть они это прокомментируют. Такие комментарии, безусловно, появятся в ближайшие недели и месяцы. Однако, с определенной точки зрения, здесь ничего не меняется. Вот это уже сложившая сейчас практика. То есть, практика в том, что, по сути-то, эксперт может ссылаться на любые клинические рекомендации. Действующие, вроде бы, не действующие. Очень часто эксперты ссылаются на клинические рекомендации, которые были приняты до 2019 года и которые не прошли через КРОС Минздрав. И это абсолютно не пугает ни экспертов, ни суд. Они все принимаются и на основании их выносятся обвинительные заключения. Поэтому, собственно говоря, отбывающему в Шоушенке врачу, да, какая ему разница, был это нормативным документом или не была та клиническая рекомендация. Тем более, что если я спрошу, вот, а кто все-таки понял из предыдущих докладов, а является ли клиническая рекомендация нормативным документом или не является, я думаю, что руки поднимут, взяли, наверное, не все. В общем, итог такой. Любая клиническая рекомендация может быть признана нормативным документом и может лечь в основу обвинительного заключения суда. Безусловно, ситуация с клиническими рекомендациями – это такой яркий момент, когда мы в очередной раз с дуру догнали и перегнали Америку, да. То есть, вот, в настоящее время нет контроля над клиническими рекомендациями. Вот у меня напрашивается такой вывод, да, думаю, что у многих присутствующих тоже. То есть, во-первых, получается, что они могут действовать не три года, а сколько угодно, да, вот забыли их там отменить, переписать, ну, и они и будут действовать, там, 50 лет, там, 33 года, там, и так далее. По сути, термин может писать кто угодно. И вроде термин не обязательно и на КРО-смиссдрайве размещаться, да, и эксперт захотел, да, любые клинические рекомендации вставил в свое заключение. Ну, и, соответственно, вы потом будете очень долго доказывать. То есть, мне уже приходилось неоднократно в суде выступать. Я объяснял и про научно-практический совет, и про 489 ФСЗ, и про КРО-смиссдрайв, сайт, да. Но это, понимаете, не работает. Это не работает. Да, то есть, все равно суд считает, что это нормативный документ. Далее. Теперь непонятно, кто вообще контролирует. Вот этот научно-практический совет, а вроде не обязательно теперь. А кто вообще контролирует клинические рекомендации? Ну и, наконец, очень хотелось бы ошибиться, но вообще это может вывести преследования врачей на новый нехороший виток. В нашей стране такие опасения существуют. Буду очень рад, если они окажутся беспочвенными. Что касается клинических рекомендаций, много мы говорили год назад на Конгрессе, тоже на этой же площадке. И действительно, почему вот в нехорошем смысле перегнали многие страны. Вот за рубежом в основном действует трехстепенная такая градация клинических рекомендаций. И, в общем-то, есть понимание, что такое строгая рекомендация, что такое совет. А в нашей же стране, да, вот если вы посмотрите вот эти, ну, Константин Михайлович упоминал про 4С, есть, еще бывает 5С, да. У нас очень мало клинических рекомендаций 1А, и очень много 4С, 5С, да. А смежники наши, как мы их называем, из Следственного комитета и суда, им наплевать, да. До них нет разницы между 1А и 4С. И поэтому вот эти 50 оттенков серого в наших клинических рекомендациях, в общем-то, яркий пример незрелости, да, вот этого всего правоприменения. И в стране вообще клинических рекомендаций, наверное, в очередной раз мы с чем-то поторопились. С другой стороны, если анализировать отдельное положение отдельных клинических рекомендаций, а по нашей специальности сейчас, наверное, тысячи, если не десятки тысячи отдельных положений, да, то, на мой взгляд, они, их можно разделить вот на такие 3 группы. Существенные, которые действительно улучшают оказание помощи, да, которые действительно важны, и их, на самом деле, очень мало. Далее, бессмысленные, ну, как бы они бессмысленные и безобидные, да, вот что-то такое констатирующее. Ну, и, наконец, самое неприятное, что там присутствуют невыполнимые положения клинических рекомендаций, которые во многих клиниках просто невозможно выполнить. Невозможно выполнить в ЦРБ в вечернее время, допустим, к агулограмму. Это те, кто работает, прекрасно понимают. В клинических рекомендациях это есть. Соответственно, существенный час врачей оказывается у нас под совершенно несправедливым, да, и необоснованным юридическим ударом. Ну, и вещь, о которой мы уже неоднократно говорили, да, вот нас как-то каким-то хитрым образом, по-моему, да, вот обманули и купили. То есть в настоящее время вот клинические рекомендации превратились в такую бич или плетку, которая очень эффективно хлещет и наказывает наших врачей направо и налево. И очень обидно, что вот эту плетку мы же сами и пишем, мы же сами и готовим. И здесь, безусловно, есть такая вилка, как соавторы некоторых клинических рекомендаций, мы это безусловно понимаем, что с одной стороны хочется в клинические рекомендации что-то такое вписать, что действительно будет влиять на выживаемость пациентов, да, на вот это благое дело, на качество оказания медицинской помощи. Но вторая грань вот этого, да, очень часто, это бывает то, что мы повышаем юридические риски для себя же и для наших врачей. И отсюда вопрос, чьи интересы вообще защищают тогда общественные организации, профессиональные, медицинские, если не пишут такие рекомендации. Ситуация, о которой много уже сказано про незрелость правоприменения клинических рекомендаций, это только один из множителей, это неблагоприятная формула, а вторая множитель неблагоприятной формулы, это эксперты. Причем эксперты, когда мы говорим, да, нужно понимать, что это врачи, анестезиологи, ренематологи, без специального юридического или судебно-медицинского образования, которые привлекаются к экспертизе по медицинским делам. И это наши с вами коллеги, и для того, чтобы быть привлеченным в качестве эксперта, да, нужно просто определенный стаж работы, да, если Следственный комитет признает этого человека экспертом, да, то его выводы будут положены в основу обвинительного заключения и решения судьбы врача. И в отношении экспертов Сергей Александрович очень много чего сказал. Вот на вопрос, который был в чате, вот так называется эта книжечка, в которой работали. И очень хотелось бы, чтобы и ФАР, и остальные наши общественные организации выпустили нечто вроде информационного письма, потому что вряд ли это получится сделать каким-то нормативным актом, и может не надо. Но для того, чтобы она разошлась по людям, которые будут пытаться впредь заниматься экспертной оценкой неблагоприятных исходов. И на наш взгляд, если она разойдется, и люди будут ее использовать, то, соответственно, количество невинно осужденных и судебно-следственных ошибок в стране должно сократиться. С чем мы еще столкнулись в последнее время, о чем немножко так не упомянули, то, что, по сути, Следственный комитет в настоящее время занимается селекцией экспертов. Что это значит? То есть, в общем-то, Следственному комитету не очень выгодны эксперты, которые дают оправдательное заключение. Вот у нас относительно не самый крупный регион, Забайкальский край, уже четвертое дело против врачей-анестезиологов нашего региона. Эксперт один и тот же, с одной и той же фамилией, имени, отчеством. Почему? Потому что из раза в раз он дает неблагоприятное для врача экспертное заключение. Такие эксперты выгодны Следственному комитету, об этом тоже надо говорить, и выгодны системе юридического преследования в настоящее время. С этим как-то надо бороться. Это все, опять же, сверху накладывается на ситуацию, что привлекаться может какой угодно человек, без специально сформированных, по сути, профессиональных компетенций. Это ложится еще на одну неприятную ситуацию, которую многие врачи до сих пор не понимают. Многие верят, где-то когда-то слышали, что есть такая презумпция невиновности. Так вот, забудьте про это. Абсолютно четко действует, это сейчас даже не скрывается в отношении медицинских дел, презумпция виновности, презумпция виновности медицинского работника. Она действует и, по сути, существует, потому что все равно в обществе к нам отношение как к оказывающему услугу, а, соответственно, действует известное всемирное правило, клиент всегда прав. Поэтому доказывание невиновности – это вот наша с вами задача чаще всего. Ну и, соответственно, из-за вот этих всех проблем, по сути, можно предлагать новую классификацию врачей. Я готов предложить первое – это еще не осужденные, вторая группа – это уже осужденные, и третье – ушли, не успев стать осужденными. Ну, ушли либо из жизни, либо из профессии, на пенсию, да. Вот такая ситуация. Более того, так как множится количество осужденных врачей, и очень часто это все больше напоминает борьба с системой преследования, борьбу с ветряными медицами, да, когда ты выступаешь в суде, и что-то там объясняешь следователю и так далее, ходатайся еще о повторной экспертизе, меняешь адвокатов и прочие-прочие моменты, но результат один. И, по сути, это вот как с незначимой какой-то болезнью, да. И вот многие коллеги, я наблюдаю за психическим состоянием, да, психологическим своих коллег, они, да, вот проходят через, по сути, эти стадии, подозревая, что через какое-то время разные психологи, да, могут тоже защищать к диссертации, да, и работу соответствующего понять. Но что же все-таки делать? Вот когда все-таки риски выше? В настоящее время. Ну, во-первых, абсолютно понятно, когда врач отступает от нормативных документов. Очень, конечно, да, только такой вопрос, а как же все эти нормативные документы запомнить? Если у нас десятки тысяч положений клинических рекомендаций, и многим известны наверняка клинические рекомендации, которые превышают 400 страниц, на мой взгляд, ни один нормальный человек, нормальный человек всех запомнить не может. Запомнить не может. Очень много говорится про цифровизацию, про СПКР, но вот именно говорится, да, вот, на мой взгляд, мы поторопились. Сначала надо было СППКР все-таки внедрить, наконец-то, закончить этот этап, а потом уже требовать статус, придавать нормативные документы, да, клинические рекомендации. А вторая ситуация – это некомпетентное общение с родственниками пациента. Если врач выходит заспанный, в расстегнутом грязном халате, что-то там буркает, да, или объясняет какие-то сложности патогенеза, там, про перекисное окисление липидов, там, про циклокрепсия и так далее, то, собственно, конечно, наверное, нечего удивляться, что родственники останутся умершего пациента неудовлетворенными, ну и, соответственно, подадут жалобу, либо это закончится судебным разбирательством. Ну и, наконец, работа в частном секторе медицины, она провоцирует применение 238-й статьи, против таких коллег это 30%, сейчас наша система здравоохранения в России, и если вы работаете в частном секторе, то вы автоматически, с точки зрения Следственного комитета, в большей степени рассматриваетесь как орган, субъект преследования. Ну и, наконец, легкомысленное отношение к критическому преследованию, в особенности на ранних этапах, на ранних этапах, это, безусловно, повышает риски в последующем неблагоприятного исхода. Что можно сделать? Что могут некоммерческие общественные организации наши? По анестезиологии, по хирургии, там, РОГ, там, РОАК и прочее, прочее. Ну, во-первых, если общественная организация, профессиональная, берет на себя смелость и ответственность, а вот ответственность, по-моему, не все понимают, писать клинические, методические и прочие рекомендации, то она должна позаботиться, она должна позаботиться, чтобы эти клинические рекомендации проходили тщательную, скрупулезную, как говорит Сергей Александрович, под микроскопом, многогранную экспертизу. Должны быть наняты юристы или даже юридические организации, которые бы минимизировали в последующем риски основных положений этих клинических рекомендаций для практикующих врачей. Это, к сожалению, не выполняется. Второе. Что мы можем сделать сейчас с экспертами? С ними вообще сложно, на самом деле, бороться, с теми экспертами, которые раз за разом дают такие достаточно одиозные заключения, но мы можем устроить открытое обсуждение этих экспертиз, на мой взгляд, с публикацией результатов на сайтах наших организаций и, соответственно, таким вот образом давать такие послания и этим экспертам, и, соответственно, следственным органам, что авторитетная общественная организация не согласна с этой экспертизой. Понятно, это не документ, понятно, что это может не приниматься, однако это такой, на мой взгляд, все равно инструмент психологического воздействия. Ну и, наконец, дружная борьба против применения 238-й статьи. Крайне важно, на мой взгляд. К сожалению, часто на таких секциях задают вопрос врачи, какая разница между 109-й и 238-й. Очень простая. Год назад мы говорили про случай доктора из Республики Бурятия, да, в настоящее время он отбывает наказание, да, в колонии общего режима. Будете вы в колонии общего режима или вы будете с условным сроком спать дома, да, я думаю, что разница всем присутствующим понятна. Значит, вот в настоящее время идет опять всплеск бурной в стране применения 238-й статьи, и все общественные организации, конечно, должны объединиться против Следственного комитета и Бастрыкина для того, чтобы эта статья против нас все-таки не применялась. Что могут адвокаты? Вот так, точно так же, как многие у нас пациенты, да, и вообще люди из пациентского сообщества, у них мнение о медицине сформировалось из сериалов, там, и еще откуда-то. Вот точно так же многие врачи, к сожалению, несколько неправильное представление о роли адвоката, да, о том, чего он может, а чего он не может. Многие думают, что, да, адвокат-то может прийти в суд, там, сказать, там, чу, я слышу пушек гром, да, и судья расплачется, да, и тут же оковы тяжкие падут, все будет хорошо. На самом деле не так, не так. И, тем не менее, в чем важна и, безусловно, вот, неоценима роль адвокатов и их помощь. Во-первых, это психологическая поддержка на ранних этапах. Очень много ошибок делается на ранних этапах. Делаем, каких-то признаний и так далее неосторожных. Вот, чем раньше вы обратились к адвокату, он вас проведет через, под, между этой ссылой и харибе, да, для того, чтобы вас уберечь от многих бед в последующем. Далее, очень важно, это определить стратегию действий вообще. Вот, в книжке написано, там, про стратегию действий, да, какие возможны варианты действий медработника, обвиняемого. Это и использование 41-й статьи Уголовного кодекса. Так, у меня 7 минут еще, Сергей Александрович. Да, да, там все написано. Да, и другие, значит, пути решения, может быть, даже частичное признание вины, частичное признание вины, может быть, там, деятельное раскаяние, досудебный штраф и иные стратегии защитные. Но одна из наиболее работающих сейчас в стране стратегий – это затягивание процесса. Это затягивание процесса. Если 109-е, да, вы вышли за два года, то это наиболее частый сейчас вариант, который, как бы, волки сыты, овцы целые. И здесь, конечно, опять же, неоценимая роль адвокатов, либо компетентных экспертов, которые есть в каждом регионе, да, наших коллег, как правильно затянуть процесс, где там нужно заболеть, и что-то еще сделать для того, чтобы выйти за вот эти двухлетние рамки. Теперь, что сделать в медорганизации? Что сделать в медорганизации? Что, на мой взгляд, за последние десятилетки утрачено, совершенно необоснованно, и что может помогать рассчитывать на благоприятный исход? Во-первых, профессионально-скрупулезный разбор обстоятельств дела. У нас сейчас ушла в стране практика Килил-КК, которая была раньше, и вот эти дела, которые заканчиваются уголовным делом, очень часто никак не разбираются на месте. В результате эксперт, привлекаемый к этой экспертизе из другого региона, у него оказывается история болезни, в которой мало чего, в общем-то, и понятно-то часто бывает. Там так все безобразно написано. А вот подобный, как Килил-КК, либо служебное расследование, разбор, может помочь эксперту понять, что, собственно, произошло, есть или нет все-таки здесь, какова степень вины медработника с профессиональной точки зрения. Ну и, наконец, рутинная практика использования консилиума. Все знают, но никто почему-то не делает. Что мешает каждый дневник писать консилиум? Вообще не понимаю. Бумажная промышленность работает прекрасно. Переходим на цифру. Оформляйте шапку консилиума. Да, консилиум не подсуден. И при правильном оформлении может противоречить решению консилиума. И инструкциям, как мы знаем, да, и клиническим рекомендациям. Пожалуйста. Консилиум 48 статьи АФЗ – это выше, чем любой менее значимый нормативно-правой акт. Используйте. Вчера мы обсуждали фиксацию пациентов. Что мешает писать консилиум на фиксацию пациента? Мы в регионе это и делаем, и, в общем-то, видим результат позитивный. Ну и, наконец, саморазвитие и развитие профессиональной компетенции врача. Во-первых, должен быть навык общения с родственниками пациента. У нас огромное количество времени мы тратим, как правильно ставить подключичку, как эпидуральный блок выполнять, формируем компетенции анестезиолога, про препараты. А вот как правильно общаться с родственниками пациента, что им говорить, как сообщать о летальном исходе, об этом ничего нет. Хотя сообщение о летальном исходе – это событие, которое для родственников пациента останется на всю жизнь. Это крайне важный момент в их жизни, и здесь нужно проводить просто тренинги, огромные мастер-классы с молодыми нашими ребятами. Очень много говорится, но никто не преподает эмпатию. Эмпатию не преподается ни на специалитете, ни в ординатуре. Огромный дефект нашей системы медицинского образования в настоящее время. И, по идее, на наших конгрессах должны быть целые секции. Секции по эмпатии, либо отдельные конференции, там, эмпатии для анестезиолога и так далее. Этого нет, а это реально действующий в мире, подтвержденный большими исследованиями, механизм снижения недовольства родственников пациента и снижения рисков неблагоприятного исхода преследования. Ну и, конечно, оформление документации. Будете нормально писать – меньше риски. Безобразно оформлено – риски выше. В резюме, что нужно для того, чтобы был стоп-риск, риск снизился, значит, юридически безопасно – минимизировать опасность клинических рекомендаций. Должны быть квалифицированные эксперты. Книжечку видели, да, которую мы должны читать. Психологическая стабильность медработника. Соответственно, не должно быть выгорания, да. Верная стратегия, определенная при помощи юристов и авторитетных специалистов. Кили-консилиумы, сформированный навык общения с родственниками пациента и эмпатия. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Желаю вам попасть в третью группу, предложенной мною классификации врачей. Уйти, так и оставшись не осужденным. Продолжение следует...